ПЕСНЯ Давид и Голиаф. Часть третья. Первая книга царств, 17 глава, с 28 по 40 стих. И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми. И рассердился Елиав на Давида и сказал, Зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. И сказал Давид, что же я сделал? Не слова ли это? И отворотился от него к другому, и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу. И тот призвал его. И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. И сказал Давид Саулу, раб твой, по совету отца своего. И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умершвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою. И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу, я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя, и взял посох свой в руку свою, и выбрал себе пять гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и с сумкою и с прощею в руке своей выступил против филистимлянина. Размышления, часть первая. Упование на верность Божью. Первая книга царств, 17 глава, с 28 по 37 стих. Старший брат Елиаф злится на младшего Давида, который был, по-видимому, еще подростком. В Писании младшие братья нередко вызывают у старших гнев. Причиной тому – зависть. Старший брат в глубине души сознает, что младший делает то, что следовало бы делать ему самому. Таков старший брат в притче о блудном сыне и фарисее, жившее во времена Иисуса Христа. Религиозный дух заставляет человека злиться на тех, кто поступает лучше, чем он сам. Давид на собственном опыте хорошо знает, что Бог верен. Бог неоднократно избавлял его от опасности. Вот почему он твердо уповает на силу Божью. Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. Стих 37. Как избавлял вас Господь в прошлом? Как Он показывал вам свою верность? Опирайтесь на это и в дальнейшем черпайте силы в уповании на Него. Богу можно доверять. Размышления. Часть 2. То, что есть под рукой. Первая книга царств. 17 глава с 38 по 40 стих. Доспехи Саула оказываются не по плечу Давиду, но юный пастух убежден, что филистимлянин ничем не отличается от тех диких зверей, которые нападали на его овец. В служении мы иногда полагаем, что все изменит последнее новшество или модная программа, тогда как на самом деле все необходимое уже есть у нас под рукой. Не надо думать, если бы я умел говорить лучше, или если бы в моем распоряжении было больше ресурсов. Бог дает нам как раз то, что нужно. Давиду хорошо знакомо это оружие, проща. Он не один год использует ее на пастбищах. Оружие, избранное им, всего лишь обычная веревка, к которой привязан кармашек для камня. Он раскручивает ее над головой, отпускает один конец, и камень летит в цель. Оттачивайте свое мастерство, ведь вы не можете предугадать, для чего оно может понадобиться Богу. Давид не один год музыцировал и метал камни из прощи. Бог использовал и то, и другое, чтобы проложить ему путь к царскому престолу. Бог может употребить себе во славу все, что угодно. Молитва. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за Твою благость и верность, которые Ты являешь мне все это время. Даже в самые трудные времена Ты был со мною, вел меня и направлял. Я доверяю Тебе и верю, что Ты и дальше будешь показывать свою верность. Твои обетования верны. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok